Канал Аль-Иртисам представляет Мир вам, милость Аллаха и его благословение Хвала Аллаху, Господу миров Мир и благословение Аллаха, его пророку и посланнику Мухаммаду Его семье, его женам, его сподвижникам И всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня Мы продолжаем серию лекций «Основы шиитов» И на прошлой передаче мы начали путешествовать по книгам шейху Лисляма Ибну Таймии Да помилует его Всевышний Аллах И выбрали для этого его фундаментальный труд Минхаджи Сунна Который являлся ответом на книгу одного из шиитских ученых В прошлой лекции мы разобрали приблизительно где-то различных 15 вопросов И на этой лекции мы продолжим отвечать на вопросы Которые шейх разбирал в этой книге Шейх, если вы готовы, можем начать Эта книга, как выбрали, вчера сказали Потому что это был ответ, эта книга целый Ответ на книги Ибну Тахир Аш-Шияи Который был Одном веке жили с Ибну Таймии Он умер раньше, чем Ибну Таймии на 2 года В 726-м умер А Ибну Таймия умер в 728-м году То есть они в разных областях жили Который был в разных областях Но книга к Ибну Таймии дошел Ответ для него, эта книга написала Минхаджи Сунна В принципе, то, что отсюда все ответы Мы уже разъяснили в прошлых уроках Большинство из них Мы что хотим? Мы хотим подтвердить Словами Шейха Ислама Что они делали и делают И по сегодняшний день И хочу, чтобы Ахли Сунны не верили Тем словам, которые К ним преподносят шииты Проверяйте книги Возвращайтесь К основе книг Которые шииты приносят Дали Часто бывает Даже суфисты Против Ибну Таймии Когда выступают Приводят те слова И говорят Ибну Таймии ругал Али Ибну Таймии ругал Кого-то Как вы упоминали Да А это получается С шиитских книг Которые против Ибну Таймии Оттуда вытаскивают эти слова Это будут обрезанные слова Начало, конец Убранные Из этого Надо вернуться к основе И оттуда ответ давать А сейчас Как он является нашим шейхом Шейху Исламу Ибну Таймии Рахмаху Аллах Можно сказать Один из лучших Или самый лучший Если не сказать Который знает Шиитов Даже Могу поклясться Шиитские убеждения Их книги Чем лучше Чем шииты Он лучше знал И даже сейчас Подтверждают Если Ютуб Там посмотрят Здесь некий Шиитский шейх И говорят Ученые Ахли сунна Больше знает Наш мазхаб Чем Ученые Шиитов Даже Малалии Которые на русский Перевели Там даже Частя Шиит Выступает И говорит Ваххабисты Лучше знают Наш мазхаб Чем наши шейхи Чем мы сами Да Из этого Читаем Шейха Ислама Для тех Братьев Суннитов Чтобы утверждать Те слова Которые мы Перевели На прошлых Уроках Иншаллах Ты качественный Вопрос задай Я тебе отвечу Как Ибн Таймир Ответил на этот вопрос Ну и Шейх Ислам Он известен Многим Нашим зрителям И даже Например Тем кто неизвестен Можно Как бы сказать Что Он посвятил Свою жизнь Не только Изучению И распространению Мазова Ахмада Ибн Хамбаля И Он Очень известен В исламской уме Как человек Как гроза Всех сектантов От него все боялись И джахмиты И Различные заблуженные группы И эта книга тоже Против шиитов Является Также Против Муатазелитов Потому что Сам этот шиит Являлся Убеждением Муатазелитов И Он Как Никто другой Мог давать Критерию И оценки Критерии И оценки Степени заблуждения Различных групп Вот Что шиих Улислам Говорил Относительно Рафидитов Вот Насколько Они заблудшими Как он их Насколько Заблудшими Он считал Он их считал Он говорит В своем книге В прошлых уроках Тоже мы Сторонницы Не напоминали Минхаджу Сунна Потому что Минхаджу Сунна Если кто уже Хочет вернуться Там уже Хуже тоже найдет слова Минхаджу Сунна Кто возвращается А так Мы прочитаем Те тексты Которые мы выбрали А так Все четыре книги Это девять томов Она была Сейчас в сжатом виде Печатали Четыре тома Это все Против шиитов Из-за этого Сказать Каждая страница Время Больше станет Прочитаю Он говорит Будет ли Заблудшие люди Говорят Заблудшие люди Чем те люди Которые ругают И враждуют Первыми Мусульманами Из мухаджиров И ансаров Дружат с кафирами И мунафигами И враждуют Первые Которые С там Прилюдьми С мухаджиром С ансаром С первыми Людьми Абубакар Умар Утман Остальные Все С ними Враждуют И Дружат С кафирами Или с симирами Заблудшие Чем они Кто может быть Нет такого Хорошо Шейх Каждый Мусульманин Знает Что Всевышний Аллах Неспосылал Пророков И Писания С одной Целью Чтобы Люди Уединили Всевышнего Аллаха В поклонении Ему Что значит Поклонение То есть Выполнение Приказа Всевышнего Аллаха И оставление Его запретов Вот Каким Было Есть И остается Отношение Рафидитов К хараму К запретному К тому Что Аллах Запретил Они Большинство Говорят Они Ихние Города Говорят Из Мусульманов Самые Большие Множество Городов Которые Есть Запретные В Исламе Распространены В Ихних Городах В Их Городах Притеснение Ильфавахиш Погайр И Прелюбедяние Называя Их Мутами И Они Дружат С куфарами С теми Кафирами Которые Аллах Гневался Над ними Это Иудеи Как Аллах Как Пророк Салам Когда сказал Сурату Фатих Это были Евреи Гайр Маглубы Алейхим Которые Аллах Субхан Гневался Кто Пророк Салам Сказал Они Иудеи С ними Они Дружат Они Не стоят В ряде Муэменов И не стоят В ряде Куфара Там Колебаются И Их Рядах Очень Распространено Харамное И запретное Говорит Им Таймир Ахм Аллах Раз уж Этой Темы Коснулись Тогда Какое Отношение Этой Группы Вообще К неверующим Людям К немусульманам Они Даим Он Говорит Ибн Таймир Ахм Аллах Они Говорит В свое Время Он Говорит Если Быть Для Ирака Было бы Если Было бы Государство Для Иудеев Ирак И Рафидиты Были бы Самые Большие Помощники Для них Они всегда Дружат С кафирами И мушриками Иудеями И христианами И помогают Им Против Мусульман Это явное Которое Мы сейчас Видим Тоже Когда Американцы Напали На Ирак И Сунниты Стали Против Американцев Шииты В рядах Американцев Воевали Против Суннитов И Также Когда Сунниты Стали Против Тирана Против Притеснителя Башар Тоже Рядах Его стали Уничтожают Ахлю Сунну Вальджама И делают Такие питки Которые даже Иудеи И христиане Не делали Для мусульман Шейх Основа Каждого Заблуждения Это И каждой Секты Это то Что они Что-то Свое Новое Привносят Тем самым Уничтожая Сунну Как Кто-то Из салифов Говорил Каждое Нововведение Которое Люди Привносят Оно С собой Убивает Одну Сунну Что Такого Принесли Рафидиты В ислам Какие Нововведения Самое Большое То Что Они Принесли Как Им Рахим Аллах Внесли Религия Аллаха Вранье На пророка Сал-Ла Врали На пророка Лгали На пророка Которые Не лгали Никакая Группировка Ислам Заблуждение Никакой Группировка Не лгали Как они Лгут На пророка Сал-Ла И порицают Достоверные Которые От пророка Пришли Тоже То что Не порицали Другие Группировки И Изменили Курат Тоже Такое изменений, которые не изменили другие группы пророки. Вот эти вещи на общество, которое и врут, и достоверные хадисы не принимают от пророка, и, как мы доказали, говорят, что Кур'ан изменен. Аллаху Адам. Вообще, можно часто услышать, что, по крайней мере, от их ученых и их знающих людей, что они следуют за иджма, единогласным мнением семейства пророка Ахлюль-Бейт. Вообще, насколько это утверждение достоверное, имеет под собой какую-то основу? Имамиты, говорят, что они единогласно противоречат иджмау семейству пророка, не с темистью, они противоречат иджма семейству пророка. Единогласные мнения семейству, они противоречат в чем? Вместе с подвижником тоже не было в семействе пророков Бану Хачима, времена пророков и Аббакри, и Умара, и Утмана, и Али, которые говорили 12 имамов, что они являются имамами. В этом веке В этом веке не были. В семействе пророков тоже это не говорил. Сам Али это не говорил. Ни пророк это не говорил. И никто не говорил, после пророка, саламу, являются негрешными, как они говорят, 12 имам негрешными, никто это не говорил. Ни Али не говорил, ни Абу Бакр, никто не говорил. Что они безгрешны. Да. Что три халифа, что они являются кафирами, Абу Бакр, Умар, Утман, что они кафиры являются, кроме них, никто не говорил. Из семейства никто не говорил. И не было, кто порицал имамство Абу-Бакра, семейство пророков, и тот, кто отрицает атрибуты Аллаха, вот это, и кто отрицает хадр, как они отрицают, это предопределение. Таких не было в семействе пророков, салам и салам. Получается, это же каким-то имя говорит, без сомнения, единогласно говорит, против Ижма, семейство пророков, салам и салам. Они не с ними, а против них, потому что семейство пророка поддержали Абу-Бакра, Умара, Усмана. Семейство пророка не только Али и Виталий, его дети, семейство пророка из Бану-Хашим. Вместе с ним они противоречивают Ижма с семейства пророка и Ижма с подвижников пророка, салам и салам. Хотя даже они сусадовые люди, которые мы любим семейство, но они не семейство, они портят религию и семейство пророка, салам и салам. Шейх, сами шииты разделяются на много групп и на много течений. Чем рафидиты отличаются от всех других сект? Как мы в прошлом тоже прочитали, здесь тоже говорят. Которые есть, говорят, вранье этим рафидитов, и которые порицают истину, как порицают рафидиты. И такое чрезмерное невежество, которое есть у рафидитов, этого, говорят, и верят Бельмухалят, который даже ум, который не проверяет этот разум, который даже не принимает вещи, даже на них тоже верят они. Как мы знаем, что сейчас в пещере спрятался, тот прилетает, в конце года возвращается, что можно. Джон и пророк, салам и салам, они были предвидейками, это даже разум не принимает. На таких вещах тоже они верят. И разум их очень меньше, говорит Ибн Тхимир Ахмаллах. Что чрезмерно за своим страстом идти. То, что вообще неизвестных вещах засыплятся, и как есть в рафидитах, в других группировках нет. Даже у харидитов, даже в муатазалитов такого нет, как есть у рафидитов, говорит Ибн Таймир Ахмаллах. Из-за этого наихудшая группа вот эта, потому что они врут, отрицают тестоверные хадисы и делают такфир с подвижника пророка, салам, большинство, 99%, если не 100%. Шейх, вот вы это как раз сказали, я думал об этом спросить. В чем причина такой ненависти? Почему они оскорбляют, проклинают и выносят такфир с подвижником? Мы же сказали, основу рафидитов, кто построил, хотя они хотят, порицают, не было Абдулла Амин Саба. Отрицают. Да, отрицают. Мы доказали, есть их книга, а рисунь единогласна, что Абдулла Амин Саба был, есть достоверные и знали. Даже в шиитском книге они напоминают, мы книги на Убахте и другие, и даже мажлицы, напоминают Абдулла Амин Саба, что он ввел много новшеств, например, поддерживает Али против Саба, в таких словах. А они упоминают о нем? Они сами шииты упоминают, не только Ахлю Сунна, хотя даже некоторые говорят, не было такого, в шиитских книгах есть. Из этого мы говорим, Ахлю Сунна, мы лучше знаем шиитские книги, сами шииты. Шиитские книги, они очень большие, я уверен, половина их не читает их. Например, Бихару-Ланвар, больше 100 томов, вот эти книги. Они, почему это, мы говорим, он говорит, они говорят, порицают с подвижениями, для чего? То, что они принесли, хадисы тоже они порицают, за что? Это сверху так видно, что они не верим, мы это туда-сюда. Что скрывается в этом? Это порицат, посланничество Аллаха Субханава Тааля. Потому что, если мы говорим с подвижениями кафиры, и те хадисы, которые к нам принесут, это с подвижениями, то если это уберем, что останется от религии? Так не только хадисы, и Куран получат. Куран и хадисы, Куран, потому что шиитов нет ни Курана, ни Хадиса. Пускай хоть один ревай, не говорим, как у нас мутаватиран, хоть один ревай, который, например, 7-10 киратов, которые Ахли Сунны сейчас есть. Типов чтения Курана. Чтения Курана, которые у Сунны здесь есть. Хоть пусть один кират приведет шиит, если могут. С цепочкой. И все Ахли Бейт. Или все шииты? Все шииты, все Ахли Бейт. Потому что они говорят Ахли Бейт, например. Только у них достоверный Куран. У них достоверный Куран, они не берут знания, кроме Ахли Бейт, кроме от Ма'сума, кроме от защищенного. Имам от имама, например, Дин Пагришимова, от имама, от имама. Нету такой Куран. Этот Куран Ахли Сунны сохранили. Это еще скажу. Достоинство Али. Мы говорим, Ахли Сунны не любят Али. Они говорят, Ахли Сунны не любят Фатиму. Они говорят, Ахли Сунны не любят Хусейн. Я им говорю, дай хоть один достоверный хадис с ваших книг, а достоинство Али. Достоверный одного хадиса нет у них. С достоверной цепочки до пророка, саллиллаху алейкум, а достоинство Али. Все эти достоинства кто передали? Ахли Сунны. А достоинство Хасану аль-Хусейн, что они являются господинами молодежи Ахли Джанна, кто передал? Ахли Сунна. И также достоинство Фатима, ради Аллаху аль-Хусейн, кто передал? Ахли Сунна. Достоверными снадами у Ахли Сунны сотни тысяч есть снады достоверные. У шиитов ни один снад нет. Ни одного хадиса. От их имаму до пророка, саллиллаху аль-Хусейн, которые передали шииты. Из-за этого, просто когда они говорят, это у нас достоверное, это нет. Нет такого. Мы прочтем слова имена Тимира, а имена Аллах, у них, как у христиан. Книги написаны, нашли уже все, это достоверность. Как говорится, мы говорили же, тазиб. Они сами признают их имам, их имам, в этих достоверных книгах, в многом, там, многие грешные, зиндики есть, но, хотя так, это достоверные хадисы не говорят. Из-за этого пусть не не морочат, как говорится, мозгов, голову людей, что у нас достоверные, это достоверные, нет такого у них. Мы прочитали, сказали достоверность. И снады, почему они привели, мы же говорили. Для барака. И что Ахли Сунны не порицало. Ахли Сунны называют они амми, простолюдными, чтобы мы им не порицали, у вас снады нету, из-за этого они напоминают, им это не нужно. Хорошо, шейх. Любое общество, любая община, любая группа, любая секта должен быть предводитель. Кто вообще шиитами, рафидитами управляет? Хотя они говорили, без имама невозможно. Уже 1400 лет нет у них имама. Но более некоторые они были в ралли и говорили, мы встречаемся с Махди. Оттуда им это приводили. А Ибн Хамии говорит, нет для них имамы, которые они могут с ним общаться. Они говорят, без имама нельзя, например. Общество не может. Не может существовать без имама. А где тогда Махди, кто с ним разговаривает, почему он не выходит в общество? Нету. Те шиихи, которые их имущество кушают обманным путем. Они их тоже от прямого пути сбивают. Даже если им в тайме не было, сейчас кушают имущество простолюдных шиитов. Кто? Ихни шиихи. Придумали сейчас виляюту-факих. Вместе в Махди у них же пятый час от твоей имущества ты должен давать. Пятый час. Помимо заката. Даже может закат не отдать, но пятый час обязательно должен отдать. Хумус. Да, Хумус называется. Пятый час от своего имущества. Может, хоть не пойти, но пятый час должен отдать. Почему? Потому что пятый час управляет этот факих, ученый, шиитский. Из-за этого этот шахт Хумани придумал вместе виляюту-факих называли. Тогда же Махди потому что пятый час только это часть имама. Для правителя. Правителя же нету. Сейчас взамен него может быть правитель факих, ученый человек и он будет располагаться этим частям. То есть этому даже сто лет нету? Нету. Из-за этого нынешние ученые, шиитские ученые, миллиардеры. Везде в мире у них дачи находятся. Откуда они? От этого хумус. Тем более сейчас богатые страны есть шиити, которые например Квейд, Бахрейн. У них имущество очень большое, которые может быть даже нефтяные, магнаты, нефтяные. А тут они хумус дают туда. Из-за этого они придумали это. Каждый раз придумали для своего кармана. Правильный кушают имущество простолюдных шиитов несправедливо. Из этого следующий вопрос вытекает. Что их шейхи им приказывают в повседневной жизни, в обычной? Обычной жизни мы знаем, что им приказывают. Им приказывают, чтобы они ширк делали и поклонялись помимо Аллаха другим имамам, как мы видим. Их останавливают от чего? От прямого пути, пути Аллаха. И их выгоняют от седес ла али 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 Аллах ванна мухаммад и Расуллах. От него они уходят, потому что ла али 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 Аллах мы должны не поклоняться кроме Аллаха. Они тавов делают вокруг могил и просят у могил. Истинный тавхид, истинный Божий что? Поклоняться единому Аллаху. И не просить кроме единого Аллаха. И не бояться кроме Аллаха. И не уповаться кроме единому Аллаху. Это истинный тавхид. И не бывает религии кроме Аллаха. Кто бы это создание Аллаха не будь ангел, будь пророк салалу или же имаме разницы нету. Но поклоняться мы единому Аллаху, не поклоняться ни имамам, ни ангелам. Не взять ни ангелов, ни посланников, для нас господами. Как даже посланников мы не берем для себя Аллахами и господами, как мы можем взять для себя шейхов или же богами себе взять шейхов или же имамов. А как мы прошли сифат и атрибуты имама не отличаются от атрибутов Аллаха. И мы передали ривай от Али, который они говорят в книге. я моложе, чем мой господ на два года. Мы же это объяснили и услышали, кажется, даже выставили. из-за этого они приказывают харам и приказывают шейх делают. Мы этот шейх не делаем. Открывайте YouTube писите просто слово шейх и увидите что они творят вокруг Кааба, вокруг Кааба, вокруг Маузолея Хусейна ради Аллаху Ана. Шейх, часто бывает такое, что предлагаются диалоги, диспуты, во время которых их ученые, их шейхи в чем-то клянутся, свидетельства свои приводят. Как мусульмане должны относиться к их свидетельствам, их словам? Имам Хамей говорит, рахам Аллаху Когда они свидетельствуют, свидетельствуют, говорят, на то, что они сами даже не знают. Или говорят, лжи свидетельствуют, они свидетельствуют и знают, что это ложь. Они говорят, как имам Шафа сказал, рахам Аллаху Я не видел людей, которые свидетельствуют, свидетельствуют, как рафидити. Больше, чем рафидити. Шейх, очень часто можно услышать в интернете и в книгах вы очень много приводили таких заявлений, что свои основы они берут от семьи пророка салсан. Мы изначально говорили эти семьи, которые говорят Али, Хасан, Хусейн, Джафар Ассадик, Ба, Кир, Каб, это все имамы, ахли, сунна, шииты от них причисты, но они врут на них. Имн Таймей говорит, рахаму Аллаху. Баль, кудзи ба ла Джафар Ассадик, актер мема, кудзи ба ла Мангаб. До него, чем которые были на Али, и на Хусейн, на Джафар Ассадик, они больше соврали. Из-за этого они себя Джафаритами называют. И когда мы читали Кулини, то же большинство Али, 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 это имел ввиду Джафар Ассадик. Беда в чем, которые соврали на него не от Джафара Ассадик, из-за этого многое вранье приписали к Джафар Ассадик, как книга Аль-Битаа, Аль-Джафар Аль-Хафт Вал-Калам Фин-Нужум Это книги трое. И также Калам Фин-Нужум, что и разговор про звезд. А, предсказания про звезд. Это многое приписали на Джафар Ассадик. Все эти книги написаны почти после 200 лет после смерти Джафар Ассадик. То есть достоверно можно установить, что после его смерти только эти книги были написаны. Я назвал книги Джафар Ассадик. И как тогда вообще мусульманам относиться к передачам, которые они говорят это передал Джафар Ассадик? У нас Ахлю Сунну Аль-Джама'а есть хорошая фраза Аль-Иснаду Минаддин Ла-Ула Аль-Иснад Ла-Кала Ман-Ша'а Ма-Ша'а Аль-Иснад Цепочка, которая говорит например Имам Малик Имам Шафи передал Имам Малик Имам Малик передал Нафи Нафи передал Ибн Умара Ибн Умар передал Пророка Салави Салам Вот это цепочка А золотой Иснад Это цепочка Все имамы От религии Если цепочки не были бы Кто что попало мог бы говорить Потому что тебя не спрашивают откуда ты слышал Если не сохранен на книгах Если это не было Кто что попало говорил Кто хотел И это невозможно было бы проверить Конечно невозможно было Как сейчас мы читаем эти книги Абду Абду Аллах сказал Где сказал Где Абду Абду Аллах может быть там сто лет Даже Одного века может быть два человека друг друга не увидят Сейчас можем позвонить например где бы ты не был дойти узнать от него Те времена Один может быть Дамаск Один может быть Ирак Багдад Друг друга не встретились вообще За всю свою жизнь За всю Хоть Одном веке жили Тем более даже Одном веке не жили люди передают друг Из этого я говорю Ни один достоверный хадис шиитов до пророка салам Аллах Я не говорю про имамов только Я говорю просто даже про намаз про хадж про джихад про закат про ни один хадис Я не говорю только про имамов Про любое положение религии Ни один хадис нет этих людей А достоверный хадис Достоверный цепочкой хадис ни один нету этих людей Даже достоинство Али с наших книг они берут Достоинство Фатима берут они с нашей книги Достоинство Хасана Али Хусейн они берут с наших книг и говорят потом им говорят что ваша книга она есть А в ваших книг где она достоверная Что вы в нашей книге ищете Нету религии сохранения Ахрисун Аль Джама И те шииты которые были при Али они были Али Суни просто они думали Али более достойны Халифа чем Утман Даже не Абубак Это как мы объяснили когда появилась вот эта ложь когда не арабы персии они когда зашли в этот рафидиз они начали писать эти книги Абубак 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 даже Абубак даже если порицал что-то я не говорил он говорит только это нам говорит это маскируется он этого не говорит для этого он этого не говорил вот это все книги Кулейни Тахзиб Малах все ни один арабов нет там и они тоже написаны после 300 лет после смерти всех этих имамов и не было такого как там есть они писали и распространилось когда когда сафовиты были династия такая была когда они были власти тогда распространились эти риваяты от них из этого я говорю нет ни один ривая не смешав ахли сунны от шаитов до рока салам и нет ни один Куран из этого они не дают тот должный образом Курану как давали ахли сунны вальджама потому что им легко сказать Куран изменен потому что это Куран не они сохранили Куран тоже ахли сунны сохранили Куран тоже ахли сунны передали хадисы тоже ахли сунны сохранили И достоинство с подружнику тоже. Валхамду лилляхи, Робби лаламин. Резак Аллах, Хайран Шейх. Сегодня на самом деле большое количество вопросов прошли из тех, что планировалось задавать. Но для того, чтобы лекцию не затягивать, может быть, еще одну часть запишем. И в следующей части уже может быть из всего того, что было интересно, и из всего того, что можно поделиться со зрителями именно относительно мнений Шейху Лусалама Ибн Таймии в вопросе рафидитов. Потому что, как вы сами упомянули, он был в своем веке, как минимум, это был человек, который лучше всех их мазоб знал, чем даже их ученые. Если будет на то воля Всевышнего Аллаха, и даст он нам возможность и силы, в следующей лекции мы закончим путешествие по книге Минхаджу Суна Шейху Лусалама Ибн Таймии. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракяту. Субтитры создавал DimaTorzok